Магазин канцелярских товаров, центр города, двери нараспашку. Однако в период дистанционного обучения и обязательной самоизоляции школьники вряд ли пойдут за новой тетрадкой или ручкой. Тем не менее, собственники магазина решили не приостанавливать свою деятельность, хоть и указ вышел. Торговать в период эпидемиологического неблагополучия можно только предметами первой необходимости. Скрепки и линейки к таким не отнести. Это канцелярия. Согласно имеющихся сведений в налоговой службе, АКВЭДы, то есть вид деятельности, которыми вы можете заниматься, там нет возможности реализации продуктов первой необходимости. А у вас есть продукты первой необходимости, которые продаются? Вот здесь были приобретены типичные случаи обхода действующего законодательства. Впрочем, несколько товаров первой необходимости на прилавке все-таки оказались. Но это, по мнению инспекторов Роспотребнадзора, скорее для отвода глаз. Пускай подъедет руководитель, мы же не мешаем. Вы нам ННН наградаете? Под запрет попала и сфера общественного питания. Работать можно только на вынос. При этом входная дверь должна быть закрыта для посетителей. Но некоторые бизнесмены этого не знали. У нас двери открыты, так как у нас курьер заходит и выходит. Вы своему курьеру должны открывать или закрывать. То есть сюда граждане могут зайти. Я сюда заходил, сейчас мы все месяц зашли. Это помещение, где вы приготовили пищу, где вы работаете с курьером, с другими методами. То есть если вас заразит, то продукция, проходящая через вас, заразит максимально всех остальных лиц, которые будут вас заказывать. Точки по продаже книг, предметов гардероба, автомобильного транспорта, в список объектов, которые не могут работать в период повышенной готовности, входит еще много пунктов. Если предприниматели игнорируют требования, то становятся нарушителями указа правительства страны и региона. Они могут работать только в том случае, если не работать дистанционно, на вынос, без возможности посещения указанных объектов. То есть, условно, заболевший коронавирусной инфекцией может зайти в этот объект, заразить весь персонал. И после этого продукция, которая будет производиться этими объектами общественного питания, будет распространяться по городу и нести в грозу жизни и здоровья. Стражи порядка и главный санитарный врач проверяют правоустанавливающие документы, выписки из налоговой и задают вполне резонный вопрос. На каком основании вы работаете? Ответ бизнесмены дают в письменной форме. Больных коронавирусной инфекцией в городе Коголыме нет. Если человек будет обнаружен, который болеет коронавирусной инфекцией, он будет работать на кухне, то и он, и все контактные, будут изолированы, взяты под наблюдение цели нераспространения этой инфекции. Нет сведений, что на этих объектах кто-то болен. То есть, те люди имеют медицинские книжки и соответствующим образом могут работать. По результатам проверки каждый нарушитель ответит перед законом. За такой проступок грозит административное взыскание в виде штрафа. Юлиана Сотник, Алексей Николаев. Специально для новостей.